И я предоставляю слово для выступления. Это уже завершающие доклады на пленарном у нас, Водичеву Евгению Григорьевичу, нашему коллеге из Новосибирска, доктору наук, профессору. Он уже не первый раз принимает участие в Ассамблее Арго, уже практически наш. Спасибо, Александр Георгиевич. Принимает участие и всегда получает от этого большое удовольствие. Уважаемые коллеги, добрый день. Перед тем, как перейти к докладу, три небольшие ремарки. Ну, во-первых, позвольте вас поприветствовать из Сибири, из города Новосибирска, который упоминался. В одном из предыдущих докладов, как, ну, так сказать, один из вариантов, ну, такой реперной точки для того, чтобы обеспечить некоторый рост в евразийском пространстве. Наверное, это справедливо. Более того, хочу вас поприветствовать из Новосибирского Академгородка, который тоже упоминался здесь, вот еще более в этом контексте, как один из таких экспериментов, который в советское время обеспечивал вот новое позиционирование в новые геополитические проекции. Одним из аргументов серьезных для этих геополитических проекций был, тем более, что Академгородок тут придумал для себя очередной праздник. Там сейчас отмечают 60-летний юбилей, что меня немного удивляет, потому что, вообще говоря, дата основания Сибирского отделения Академии наук – это 18 мая 1957 года. Но вот историки обнаружили, что впервые слово «Академгородок» упоминается в 1959 году, и решили попраздновать, ну, решили попраздновать флаг в руки. Праздники – это всегда, всегда интересно. Вторая реплика, которую я хочу сделать, это то, что, ну, вот нас призывают к экономии времени, да, я, правда, уже злоупотребил первой репликой, но я сэкономлю в дальнейшем, потому что тот доклад, который я буду делать, он хорошо коррелирует с предыдущими выступлениями, освобождает меня от необходимости много говорить, поскольку уже были сказаны, так сказать, некоторые важные позиции, где мои точки зрения пересекаются с точкой зрения вот и Вячеслава Александровича, и Александра Георгиевича. Поэтому, ну, я попробую, так сказать, достаточно бегло сформулировать некоторые позиции, сделать обзор такой, который, может быть, кому-то может показаться банальным, кому-то вторичным, но он для меня важен для того, чтобы, ну, прийти к тем умозаключениям, которые, в общем, у меня сделаны, некоторые, так сказать, я в данном случае буду представлять. Цели и основные вопросы тут долгое время уже обозначены. Очень коротко, так сказать, ну, вот мы говорим о Большой Евразии, но прежде всего, так сказать, да, о терминах, как всегда в науке важно договориться, то есть о чем мы говорим, о каком пространстве. Вот я напоминаю, что существует две, так сказать, популярные историко-географические трактовки. Вот Евразия, соответственно, сейчас к ним пилируют и в рамках Большой Евразии, они здесь обозначены, они имеют, ну, историческую такую основу, относятся, так сказать, с одной стороны, вот это Гумблит, в широком понимании, когда фактически Евразия, понимается, попадает с евразийским континентом, а вторая – это позиция советского, неоднократно упоминавшаяся уже здесь и очень популярная среди сторонников евразийства. Евразийство не всеми разделяемое, именно потому, что в ней есть такое очень мощное историосовское, так сказать, содержание, которое, так сказать, не всем понравилось. Следующий, пожалуйста. Следующий слайд. Ну и, наконец, стоит отметить Большую Евразию как литературный миф и вообще Евразию как литературный миф. Вот, я думаю, все мы абсолютно читали здесь, да, Оруэлла и помним, что там также фигурирует некоторая Евразия. Вот, правда, границы, так сказать, тех образований искусственных, которые придуманы этим автором, они постоянно меняются, но, тем не менее, это, как бы, показывает и опасения, и, скажем, интерпретацию того, что может быть, которое бытовало в середине XX века. Следующий слайд. Ну и, наконец, отметим еще, что по одной из классификаций ООН, Большая Евразия или Great Eurasia, вот, включает в себя не только весь евразийский континент, но и иногда, так сказать, к ним добавляют государства Северной Африки, которые тяготеют к евразийскому континенту в экономическом, так сказать, там, в социокультурном аспекте главным образом. Ну и сразу же возникает вопрос, вот, если мы все эти интерпретации вспомним и о географической, и о геополитической целесообразности всех этих понятий. В любом случае, границы концептов в рамках всех обозначенных концептов являются весьма-весьма дискуссионные, а геополитическое наполнение, оно также очень сильно зависит от, ну, текущей, скажем, политической ситуации. Следующий слайд. Следующий слайд. С картами играть, как бы, нет времени. Вот уже упоминалось, что особенно дискурс о Большой Евразии был актуализирован в 15-16 годах, но на самом деле в научном дискурсе, так сказать, вот эти акценты появились даже немножко раньше. Те, кто занимается этой проблематикой, наверняка читали нашумевший доклад Майкла Эмерсона, который включает в понятие Большой Евразии весь евразийский континент, так сказать, все страны Европы и Азии, ну, при этом автор отмечает не столько географический, сколько геоэкономический, геополитический аспект этого понятия. Ну, а далее он вводит дополнительную формулу Great Eurasia Plus Two и включает, как бы, вот свой концепт США и Канаду, что с точки зрения географии делает, так сказать, это понятие, ну, несколько бессмысленным, а с точки зрения приемлемости для Российской Федерации, ну, сами понимаете, что здесь все не так просто. Следующий слайд, пожалуйста. Вот особенности современных геополитических концептов, как они в России видятся, это, во-первых, это, конечно, лоббильность границ, которые очень сильно меняются в зависимости от геополитических проекций, и второе, это вариативность геополитических концептов. Если посмотреть, как мы дошли до жизни такой, то вот можно вспомнить основные позиции, вот, по крайней мере, четыре я перечислил, напомню, так сказать, позицию Горбачева об общеевропейском доме, когда, так сказать, речь шла о позиционировании России, прежде всего в европейском пространстве, далее после коллапса Советского Союза, вот Борис Николаевич Ельцин особенно, так сказать, активно поддерживал тезис о большой Европе, и в рамках этого были предприняты соответствующие, так сказать, действия на международном пространстве, там подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве, потом, так сказать, программа и НПА и так далее, и тому подобное. Далее, так сказать, некоторое время стратегия интеграции-интеграции, да, хотя тут не столько, наверное, российское руководство, сколько Назарбаев эту позицию продвигал, ну и, собственно, концепт большой Евразии, в котором место Европы как главного партнера вот фактически оказалось занято Китаем. Хотя с Европой все тоже не так просто, потому что, в общем, по умолчанию, на самом деле, в большинстве концептов она ведь не исключается, так, если посмотреть из этого пространства. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий, да. Ну, факторы актуализации евразиатской стратегии для России, они также, в общем-то, лежат на поверхности. Во-первых, это системный конфликт с Западом и потери имперского пространства, вот это вот, как бы, вот это чувство крушения империи, оно, конечно, тяжело переживается в России, мы это видим по очень многим проявлениям и сохраняющиеся претензии на роль глобальной державы, они очень четко, так сказать, показывают это. Во-вторых, это стремление элит использовать внешний фактор для компенсации неудач внутренней политики, тоже предельно понятная ситуация. Может быть, я говорю несколько заостряя эти вещи, но я думаю, что понимание этого, оно, в общем-то, так или иначе присутствует, давно известно, внешний фактор всегда позволяет обыграть некоторые, вернее, демпфировать некоторые, так сказать, внутренние сложности. Ну, и, конечно, геополитические осложнения начала 21 века, которые кризисом 14-го года закончились, и вот здесь одновременно и неудачи планов по реинтеграции стран бывшего СССР под зонтиком Российской Федерации, ну, а также опасения, что акцент на восток, если он будет, так сказать, вот в таком билатеральном формате, приведет к растущей асимметрии в отношениях с Китаем. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Ну, риски, так сказать, концепта Большой Евразии, как сейчас формулируется для Европы, они сводятся, на наш взгляд, к следующему. Главная проблема – это то, что Россия претендует на роль, так сказать, вот такого серьезного глобального идеолога, и место России в системе отношений на евразийском континенте, оно, по большему счету, в общем, четким образом не определено. К тому же у Российской Федерации в экономическом, прежде всего, плане недостаточно аргументов для претензий на роль стратегического лидера, идеолога концепта, который был бы принят другими ведущими игроками. Следующий момент – это то, что нельзя объять необъятное, поскольку потенциальные акторы принадлежат к сильно различающимся цивилизационным системам. В российских конструкциях до сих пор не найдено таких мощных интегрирующих начал с учетом разных аспектов. А опыт Евразийского экономического союза не является для многих потенциальных игроков, прежде всего, с экономической точки зрения, особенно привлекательным. Ну и, наконец, то, что в экономическом смысле, по мнению ряда экономистов, здесь выгоды тоже не очевидны. Вот была, так сказать, небольшая, так сказать, была очень серьезная аргументация важности транспортных путей. Несомненно, они важны для России, важны для Сибири, прежде всего. Но, во-первых, есть и в России, как было совершенно справедливо, отмечено некоторое опасение для того, чтобы эти транспортные пути развивать так, как они сейчас формулируются, из-за ощущения возможных, так сказать, стратегических угроз в перспективе стратегических угроз страны Китая. А, во-вторых, неочевидны выгоды этих маршрутов. Ну, северный морской путь, о котором сейчас многие говорят тоже, но это некоторая стратегическая перспектива, несомненно, но не текущая, не актуальная реальность. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно отметить, что интересы потенциальных акторов весьма разновекторны. Экономический пояс шелкового пути в чем-то среди многих потенциальных партнеров более популярен, хотя, надо сказать, что опасения Китая, естественно, присутствуют в мире и не только на территории Российской Федерации. В самом же Китае Большая Евразия, как она позиционируется сейчас в России, рассматривается в КНР как инструмент усиления позиций России на постсоветском пространстве, попытка усилить позиции в Центральной Азии, тоже, так сказать, здесь есть еще о чем поговорить. Ну, а в силу ценностных разногласий и политических, и экономических интересов в Европейском Союзе проекты Большой Евразии также весьма непопулярны и рассматриваются, так сказать, скорее как потенциальная угроза. Вновь, так сказать, сейчас там играют на платформе Большой Европы в последнее время, это, конечно, для России очень позитивный момент, но надо сказать, что здесь в значительной мере, видимо, играет свою роль политическая конъюнктура, которая может носить такой сиюминутный характер. Вот это высказывание Макрона на этот счет, это, на мой взгляд, вот такая, так сказать, дань политической конъюнктуре. Следующий слайд. Ну и выводы. Большая Евразия в настоящий момент, на наш взгляд, это, прежде всего, пространство научного и политического дискурса, практические шаги по трансформации концепта в реальный политический процесс, который включает, вот, по мнению аргументированному одного из крупнейших, так сказать, сторонников евразийской интеграции, создание сети зон свободной торговли, межблоковых торгово-экономических партнерств, сопряжение региональных интеграционных процессов на всем евразийском материке. Вот такие практические шаги на данный момент пока еще маловероятны. И на данный момент существует основа лишь для дальнейшего, так сказать, вот, поиска, дальнейшего теоретизирования, которое активно стимулируется геополитической ситуацией, но для прагматичной, главное, реализуемой стратегии и практических действий. Дело, как нам представляется, не дойдет ни в среднесрочной, ни в просматриваемой долгосрочной перспективе, хотя она, несомненно, как бы будет связана все-таки с интеграцией евразийского пространства, и России в евразийское пространство. Следующий слайд очень короткий. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Хорошо. Скажите, пожалуйста, концепция большой евразии, это так сложилось, в общем-то, в нашей концепции. Китая своя концепция большой евразии. Но существуют другие страны, которые, как бы, по этой концепции должны входить в большую евразию, а у них интерес курии. От моря до моря больше. Чемпионка там рейхи, как его... Мензи-Можи, да, концепция. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот, не будет противоречия вот эта большая евразия с маленькими евразиями, которые не хотят только большую евразию, а хотят в своем уме сделать такую маленькую евразию. А если это так, то большая евразия тоже не выполнена получать. Очень часто да. Поэтому я и говорю, что на самом деле интересы очень многих игроков на платформе большой евразии, они слишком противоречивы. И интегрирующего начала, которое бы устроил, ну скажем, видимо, это некоторая идеала, к которому можно стремиться, чтобы все игроки, так сказать, так или иначе нашли себя там. Но нужна платформа для гармонизации интересов. Но вот такой платформы в настоящий момент, ну, все-таки, так сказать, на наш взгляд не прослеживается. Виктор Иванович Буанутса, Институт географии Сибирской академии наук, город Иркутск, доктор географических наук, профессор. Я постараюсь как бы покороче, но у меня это никогда не получается. В Иркутске я всех достал, а здесь еще не очень. Поэтому как-то постараюсь. Да, конечно, конечно. А мы следить за временем будем. Так, название моего доклада на слайде. Пожалуйста, следующий слайд. С чем связана постановка такого доклада? Дело в том, что в нашей стране был период, он не закончился, когда властные структуры вдруг озадачились тем, что нас могут отключить от мира. Отключить в прямом смысле по линиям электросвязи. А поскольку все сейчас как бы взаимосвязано, то это получается некоторый такой околоколлапс. Министерство обороны проводило учения, проверяли, а что, есть ли там технические вопросы какие-то решали, как быть, если тут нас начнут отключать, еще что-то. В этой проблематике, которая как бы такая геополитически-военно-техническая, есть, в общем-то, социально-географический срез или общественно-географический. С чем он связан? Дело в том, что если, не дай бог, как говорится, да, то надо посмотреть, а как это отразится на всей нашей стране. То есть, какие конкретные города окажутся в зоне риска. И сколько населения может гипотетически пострадать, если будут происходить какие-то отключения. Этого никто не делал. Я вот как-то скромно попытался это сделать, располагая уникальной базой данных о всех линиях электросвязи и просчитывая связи с соседями. Следующий слайд, пожалуйста. Нет-нет-нет, предыдущий. Вы поспешили. Предыдущий слайд. Значит, когда мы говорим о некоторых внешних угрозах, то вот эти внешние угрозы сказываются, в первую очередь, на связность нашего государства. Связность может быть на различных уровнях проявляться. Вот один из этих уровней, так называемая физическая связность. Что это такое? Это просто соединение оптоволоконными линиями, по которым идет почти весь поток информации, всех населенных пунктов. В моем исследовании рассматривались только города, поэтому сразу же скажу, что происходит в поселках городского типа и сельских населенных пунктов. Там еще более сложные ситуации. Ну, просто это не исследовали. На этом чисто теоретическом рисунке представлено, какие возможны риски и ситуации с возможным внешним воздействием. Вот на левом рисунке такая более-менее оптимальная ситуация. Если вот, скажем, какой-то отдельно взятый город вдруг как-то что-то и одну линию электросвязи нарушит, то за счет другой линии внутри страны, верхняя часть – это наша страна, а нижняя часть – это, условно, так сказать, зарубежье, будет все работать. Никто даже не заметит, что что-то произошло. Другая ситуация несколько отличается. Вот по этому функциону видно. В случае нарушения внутри России какой-то связности, для поддержания всей российской связности придется использовать зарубежные каналы связи. В этом ничего страшного нет. Это дело обычное. В 90-е годы так все время и происходило. Но в последние годы многие большие страны стараются весь трафик замкнуть внутри себя. Соединенные Штаты, Германия, ну и далее по списку, включая Россию и Китай. И, наконец, третья ситуация, когда существует некоторый город, который связан со всеми другими российскими городами, но только исключительно через зарубежные линии связи. Вот эти три ситуации, они вот тут названы внутренне достаточно, проблемно достаточно и внешне обусловленные. Вот с позиции вот этих трех категорий и была рассмотрена вот эта самая физическая связность. Следующий слайд, пожалуйста. Можно сфотографировать. Такой карты нигде нет. Даже ФСБ не располагает такой картой. Это значит, основные волоконно-оптические линии нашей страны. Не все основные. Потому что есть еще внутризоновые и местные линии. Они просто так древовидно расходятся. На этой карте видно, что все у нас связано, за исключением некоторых семи городов, где существует только спутниковая связь и в ближайшее время, в общем, так оно и будет, за исключением одного города, которому тянут по дну моря оптоволокно. А все остальные связаны оптоволокном. И вот эта система вся как бы нормально функционирует. Проблем никаких и нет со связью в нашей стране. Но! Следующий слайд. Когда мы говорим о внешнем воздействии, надо иметь в виду, что вот это даже гипотетическое внешнее воздействие, оно происходит через некоторые так называемые оптоволоконные переходы. Вот виден периметр нашей страны. Здесь те линии, которые являются основными для связи. Вот тоже можно сфотографировать такой ФСБ-картинет. Это 40 основных оптоволоконных переходов нашей страны. Основных, не все. Потому что есть еще спецсвязь, которая здесь не рассматривалась. Ну, мы спецсвязь не касаемся. Специальная ведомственная связь, типа транснефти. И старые каналы связи, которые тоже не учитывались, они не используются. Типа подводная линия связи Азии, Палермо, Одесса, Новороссийск. Она очень старая, они используются. А вот все действующие, по данным сотовых операторов, просто операторов много, и каждый отчитывается по-своему. Но вот если все сложить, получается вот такая ситуация с 40 переходами. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь они просто перечислены по пограничным переходам. Оптоволокно прокладывается в мире и у нас в стране в основном либо вдоль железных дорог, либо вдоль автомобильных дорог. И есть исключения подвесные лэп и так далее, но в основном железнодорожные и автомобильные дороги. Почему? Потому что в зоне отведения там какой-нибудь случайный экскаваторщик не вскопает, а всего полметра. То есть нарушить оптоволоконную линию очень легко, а последствия будут значительные. Следующий слайд. И следующий. Вот это 40 переходов полностью перечислены по периметру, как они располагаются. Что касается общего резюме по вот этой физической связности, то есть Россию полностью отключить от мира невозможно вот в силу наличия вот этих 40 переходов. Да, можно блокировать или еще что-то сделать. Один, два, три, четыре. Но чтобы все страны договорились, это очень сложно. То есть если гипотетически нам перекрывает западную границу, ну используем восточную и так далее, и так далее. То есть для всей России отключение невозможно, а вот для отдельных городов и регионов такая проблема может быть. Вот если как-то чисто количественно оценивать, вот как это связано, то выясняется, что ситуация, наиболее сложная ситуация у нас на сегодня в России, в Калининградской области. Понятно почему. Ну, не все называют ее анклавом, а эксклавом, ну не важно, как называть Калининградской области, но имея всего три канала оптоволокна, выходящих из Калининградской области, они все идут по суше через страны, которые могут при желании их перекрыть. Вот это гипотетическая возможность могут перекрыть. Раньше думали, что это все фантастика, но, например, когда Крым стал наш, а оптоволокно отключили, в пожарном порядке через Керченский пролив пробрасывали, мы уже это проходили. То есть такая ситуация теоретически возможна. И не только теоретически, а вот есть какой-то элемент того, что было. Так вот, по количественным показателям, по количеству городов, это города только Калининградской области, и по численности населения, как бы вот этот удельный вес и значимость, такая социально-географическая значимость небольшая, но это целый российский регион. Давно идут разговоры по прокладке по дну Балтийского моря из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербурга до Калининграда, оптоволокно, но этого не сделали, и вот этот регион у нас зависает в плане вот таких геополитических рисков. Следующий слайд, пожалуйста. Дело в том, что физическая связность городов всех может существовать, а экономической связности не быть. Экономическая связность определяется тем, что существует очень много операторов сотовой связи. Более, ну это на следующий слайд, более двух тысяч у нас операторов в стране. Каждый оператор связи вправе договариваться об обмене трафиков с любым другим в мире оператором. С любым. Поэтому может сложиться ситуация, что связность она у нас российская, а весь трафик приходит из-за рубежа. Поэтому чуть что мы останемся без трафика, даже при наличии вот этих самых связей, которые никто там не взрывал и так далее, и так далее. Экономически может быть иначе. Результат по городам показан, просчитано было, посмотрено, какие города попадают в эту самую зону риска. Их немного. Этих городов 4 плюс 65. Ну вот 4 города, которые полностью, полностью получают весь трафик из-за рубежа. Почему так? Ну, операторы связи в этих городах так решили. Поэтому возможные какие-то риски вот пострадают первые вот эти города. Да, можно перестроить, потом договориться и так далее, и так далее. Но если что происходит, страдают эти города. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь показаны так называемые точки обмена трафиком. Дело в том, что по электросвязи все потоки информации идут не вообще, а через так называемые точки обмена трафика, куда все подсоединяют и через них потоки идут. Из этого даже короткого списка основных видно, что весь трафик у нас идет при всех разговорах поворота на востоке и так далее, и так далее. У нас западный трафик. И мы ничего не делаем. И вся информация, которая идет, даже из Соединенных Штатов, ближе, казалось бы, через Токио, Владивосток, ничего подобного. Экономически все идет через Лондон. Ну, Лондон, Амстердам и другие города. То есть мы очень зависимы в получении вот этого самого зарубежного трафика через нашу западную границу. Она вот такая у нас сложная. Конечно, чуть что можно переориентироваться на точки обмена трафика крупной, которые в Токио, Гонконге и Сингапуре, но это не так быстро делается. Следующий слайд. Что касается третьего уровня, так называемой цифровой связности, вот здесь есть ссылочка, у меня была статья по выделению так называемых «умных» агломераций, когда используются критерии одной миллисекунды. Ну, в общем, есть такая отдельная тема. Вот когда мы будем входить в эпоху так называемого тактильного интернета, вот это очень сыграет. Сейчас это как бы не критично, но надо думать о будущем. Так вот, получается ситуация, когда в определенных агломерациях связанность существует, а за пределами этих агломераций связанности нет. Вот нет и все. Не работает тактильный интернет. Не будет работать. Его еще нет, но уже можно просчитать, где его не будет. Здесь очень коротко просто представлено, какие сколько... Следующий слайд. И вот результаты оценки. Если мы начинаем сравнивать, как расположены все российские города относительно других потенциальных зарубежных ядер вот этих самых цифровых агломераций, то мы выявляем несколько, их здесь 10, несколько городов, которые находятся в Хинтерландии в зоне влияния вот этих зарубежных городов. Здесь надо сделать одну оговорку, что в исследовании было принято допущение, что вот эти самые цифровые агломерации в будущем будет синхронно создаваться на нашей территории и на сопредельных территориях. Вот если это будет синхронно так, то вот это города риска. Но может быть ситуация, когда за рубежом это сделано будет быстрее, тогда ситуация будет сложнее. То есть просто все новые услуги типа виртуальной реальности, тактильного интернета, они будут осуществляться через зарубежные города. Хорошо ли это плохо? Ну пока все нормально, ну никаких проблем. Но если что, надо учитывать, что тогда мы просто будем отрезаны от передовых технологий. Но будем надеяться, что это не так. Следующий слайд. Общие выводы. Проведенный анализ показал, что у нас очень небольшое количество городов и очень небольшая часть населения, которое находится в зоне риска потенциального негативного воздействия других стран. Но это не означает, что это как-то очень хорошо, потому что очень маленький процент. Статистика, дело одно, а реальные города, то есть полностью Калининградская область у нас подвешена. Если будет ухудшаться ситуация, то еще неизвестно, чем закончится. Это общий вывод, что как бы уровень воздействия небольшой, но необходимо его свести к нулю. То есть, чтобы проложить оптоволокно в Калининградскую область, еще проложить некоторые линии, поговорить с операторами нашими, чтобы и экономическая связность была. Ну а с цифровой как-нибудь разберемся. Следующий слайд. За последние годы у меня вышло три монографии. Вот в этих двух как-то эти все вещи более расписаны, потому что я тут сумбурно. Сейчас меня вот не торопит приседательствующий, но, наверное, скоро начнет. Ну, прекрасно. Еще один слайд остался. Поэтому основные положения здесь сложены. И последний слайд. Значит, более-менее полный разворот в статье, который в Балтийском регионе, в смысле в журнале «Балтийский регион». Ссылка на цифровые агломерации еще в некоторых статьях. Еще ряд статей по связности, потому что сейчас проблема связности, особенно с переходом, так называемой, цифровой экономики в новую там эру и т.д. и т.п., понятие связности, оно очень географическое понятие, очень становится важным, значимым. И вот от того, какая связность, кто, через кого, как связан, очень важно для всех стран. И изучение вот этой связности для новой географии тоже, на мой взгляд, очень важно. У меня все, минута кончилась. Спасибо, Виктор Николаевич, абсолютно, да. Точно, пунктуально, корректно. И очень интересное новое направление, безусловно, очень интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова